Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро из Тиева. И мы продолжаем изучать Тору, потому что без Торы вообще непонятно, непонятно как жить. Да, непонятно как жить, потому что нет Торы, заполняется голова информацией, которые сегодня распространяют политики, маркетологи и сумасшедшие. Вот есть три источника, кроме Тора у нас есть варианты такие. Кто сейчас владеет информацией? Давайте подумаем. Политики, ну понятное дело, борьба за власть, люди дорвались до рычагов власти, война, и каждый качает свое. Это понятно. Самые сильные люди, скажем так, вот самые сильные, и сильные имеется в виду по меркам животного мира, они борются за власть в джунглях. Это политики. И в каждой стране главный такой вот гамадрил, да, возьмем это гамадрил, как у обезьян есть ли. Ну что, у всех шимпанзе так, у орангутанков так, у этих самых горил так, главный самец, он борется за власть. И вот все, кто сейчас, сейчас нас, например, закрошу, пожалуйста. Причем, если вы посмотрите, сейчас все главные самцы, это интересно, как люди отличаются от животных. Все главные самцы сейчас, они очень физически слабые и маленькие. То есть, например, ну вот, все маленького роста. Как начиная с Наполеона, главными самцами становились люди, которые захватывали власть. Главное было у людей духовная сила. И вот в каждой стране они владеют больше всего сейчас рычагами информационными. Они, значит, шарашат информацию такую, которая им выгодна, чтобы удерживаться у власти. Это где-то 30% информационного потока. Это политика, причем есть же те, которые самцы у власти, а есть самцы, которые не у власти. И они борются за свои права, потому что у них же война. И они тоже, то есть, вот это вот информационные политические потоки, это такая война, война идет между альфа-самцами. Теперь, значит, вторая, вторые информационные потоки, это где-то процентов 80. Это информация, которую люди, которые хотят заработать, эти торговцы. Да, и вот они маркетинг, вот они думают, как же нам этого покупателя хлопнуть-то, а? И они идут сейчас через контент в основном. Сейчас все сторитейлы, я просто работаю в маркетинге тоже, сторитейлинг. Они рассказывают людям, как красиво можно отдыхать, как красиво можно жить и так далее. И, значит, вся информация качается, чтобы, ну, в итоге, конец воронки продаж, это лид, лидогенерация, поймать своего покупателя и вытащить из него деньги. Причем банки стоят всегда рядом, и они говорят, раньше было банк, рабство раньше было такой, силой человека забирали в рабство. А сейчас банк ему говорит, слушай, вот тебе, пожалуйста, просто поставь галочку вот здесь, и ты на ближайшие 10 лет наш должник. Все, а нет, мы у тебя все заберем. То есть, если ты нам не отдашь деньги, то мы все заберем. То есть, торговцы-маркетологи, они заманивают, чтобы человек захотел, а банки его хлопают и берут в рабство. Теперь последняя часть информационного потока, ей владеют сумасшедшие. Сумасшедшие, потому что, ну, там, Мардинштейн, например, он же явно ненормальный человек с точки зрения нормы. Но интересно, всегда, раньше не было телевидения, интернета. Раньше люди собирались в цирке Барнум, Барнум, по-моему, назывался это цирк. Он собирал там карликов, каких-то осянских близнецов, женщин с бородой. И люди приходили, вау, типа, смотри-ка, какие необычные. А сейчас вместо этого цирка интернет, и смотрят на всех необычных, да. И есть узеньки-узеньки, такой вот поток, такого свежего воздуха, это уроти Торы. Тора, Ваикра, там, Талдот, Идабрут, Хаббат и так далее. Это люди пытаются сказать, что, послушайте, есть же Бог еще, он же хозяин мира, он же мир создал-то. Давай, значит, вот, чтобы было рифла шлыма, не дай бог, всем, кто болеет, всем, кому плохо. Им уже нет до информационных потоков. Те, кому плохо, им только чтобы здоровье вернулось. Вот. И, значит, а мы пытаемся донести до людей, до души, достучаться вот этот вот поток божественного знания от пророков к мудрецам, от мудрецов к нам. Ну, конечно, нам тяжеловато, тяжеловато нам пробиться сквозь Морденштернов, политических комментаторов, Соловьевов, Соловьев-то, смотрите, какой. И вот они, знаешь, собираются и давай орут друг на друга в этих шоу политических. И торговцы, конечно, молодцы. Netflix, как бороться с Netflix? Послушайте, миллиардный бизнес, как с ними бороться? С ними невозможно бороться. То есть, это такой, такая вся эта шоу-бизнес, это, конечно, тяжело. Но вот, слава Богу, самые умные, самые прогрессивные, самые духовные люди по утрам собираются в 10.00 на уроке ВАИКРа. И с Божьей помощью, чтобы Всевышний нам помогал не вестись на политику, на сумасшедших и на шоу-бизнес. Все. Теперь двигаемся дальше. Значит, мы изучаем законы злоязычия. И первое, от чего стоит опасаться, остерегаться, это злоязычие. Значит, вот, этого стоит опасаться. Оно очень такое, это злоязычие, оно яд такой, да? То есть, тот, кто его говорит, произносит в тот момент этот, получает удовольствие. Например, может быть, то, что я сейчас сказал, это пыль злоязычия. Потому что я, как бы, со своей точки зрения, я себя, как бы, приподнял. Вот мы духовные, я вообще там духовный-духовный. Ну, как бы, я же урок провожу. А вот эти все остальные, они, как бы, недуховные, да? Ну, я же сказал правду. Правда. Злоязычие, это всегда правда. Злоязычие, это правда. Но правда, в которой есть некое принижение окружающих и возвышение себя. Это вот смысл вот этого злоязычия. Но, когда мы изучали законы злоязычия, то мы поняли, что единственный случай, когда оно допустимо, это высмеивать тех, которые идут против Всевышнего. Поэтому я, честно говоря, я же за Всевышнего топил. Все. Хорошо. Теперь, значит, я надеюсь, что это мне на небе зачтется, как в плюс. Дальше. Мы дошли до 36-й пункт. Примирить враждующих. Важная заповедь, говорит нам Равзелик Плистин, примирить поссорившихся и прекращать вражду и споры. Об этом сказано в книге Таилим. Псалмы. Добивайся мира и преследуй его. Значит, написано так. Ми Аиша Хафетсхаим. Откуда вообще эта вся книга взялась и откуда имя Хафетсхаима, да? Хафетсхаим переводится «жаждущей жизни». И царь Давид в псалмах, в 34-м псалме, он говорил следующее. Кто человек, жаждущий жизни? Он говорит. Кто это такой, который жаждет по-настоящему жизни? У которого есть стремление к здоровой, вечной, духовной, физической жизни? Уэв ямавли ротов. Тот, кто любит все дни видеть добро. То есть, вот именно это главный признак человека, который стремится к жизни. Он во всем старается увидеть добро. В любом событии, в любой ситуации, в любом он стремится увидеть добро. А если он видит добро, то он, получается, воспринимает только добро. А если он воспринимает только добро, то внутри добро. Добро – это жизнь. Ещё раз повторю этот отрывок. Кто человек, жаждущий жизни? Любящий жизнь, все видит добро. Всем, кто нас слушает и нашим близким, всем рифуат шлама, чтобы было полное выздоровление. Рифуат анефеш – духовное выздоровление. В рифуат агуф – как следствие и выздоровление телесное. Это так именно благословляют и желают, и молятся о здоровье. Потому что по Торе все болезни – это следствие духовных корней. Психосоматика – это на простом уровне. А духовно-соматика, если есть такой термин, то это на глубоком уровне. И поэтому всем рифуат аж лама, рифуат анефеш – выздоровление души и выздоровление тела. Возвращаемся к отрывку из псалма 34-го. Кто человек, жаждущий жизни, любящий Оэф, Ямаф, любящий все дни его, лиротов, видит добро. И дальше идет продолжение, как бы идет детальная уже раскладка этого качества. Вот это главный рецепт. Значит, язык свой останови от зла, глаза останови от видит зло, язык останови от зла и от оценочных суждений, которые производят обман в любом случае. То есть, чем больше ты оцениваешь, тем больше ты обманываешь. Сур мира – отодвинься от зла всеми силами. Ве асетов – от чего-то отодвинуться – это значит сделать что-то другое. То есть, когда говорят, а как бросить курить? Я говорю, чтобы бросить курить, надо начать бегать. То есть, для того, чтобы уйти от курения, ты должен начать бегать, медитировать, общаться с хорошими людьми. То есть, отодвинуться от зла – это значит делать добро. Сур мира – отодвинься от зла и делай добро. Оэф – шалом. И вот мы пришли. Люби мир в Иратвеу и гони за миром. То есть, ты должен стремиться везде сделать шалом. И говорит нам Зелик Плистин на этот отрывок. Этот стих объясняется так. Надо добиваться примирения между спорщиками и преследовать мирную цель. Даже если сначала это нам кажется безнадежно трудным. Не прекратим своих усилий, не станем терять надежды. До тех пор, пока не утвердим мир между врагами. Возможно ли это без желания врагов? Невозможно. То есть, я считаю, что если враги остаются врагами, мы должны стремиться. Это важнее для человека, который стремится сделать мир. То есть, он хочет мира. Но получится у него – не получится. То есть, как не получится ни у кого не умереть. Это все спортсмены, которые занимаются ЗОЖом. Они что, не умрут? Умрут. Но их стремление вести здоровый образ жизни дает им результаты. То есть, мы должны встроить в себя вот это желание стремиться к миру. И когда вы встроите в себя желание стремиться к миру, будет ли у вас мир? Не факт. Но желание – это само по себе, оно обязательство. Все. Сегодня мы чуть-чуть поговорили про Лошонарай. Сейчас мы переходим к теме опять «Повелевающая заповедь, продлевающая жизнь. Почитание родителей». Значит, «Почитание родителей» – очень важная заповедь. Она размещена на скрижалях. Десять заповедей есть. И сказал Всевышний, сказал Всевышний, когда Моисей Машар-Бену спускался с горы Синай, он принес скрижали. Были у него две такие скрижали. Лухот-доски, на иврите это просто доски союза они называются. Лухот-абрит. Доски союза, а по-русски им дали такое название «скрижали». Такое странное название, потому что человек, которому сказать доски, он поймет. У него было в руках две доски сапфировые. Они были и сапфира. А человеку, которому сказать просто неподготовленному, у него было в руках две скрижали, он не поймет. В общем, у него было две доски сапфировых, на которых были высечены, Всевышний сам сделал голограмму на них, и эти буквы, они были видны со всех сторон, были видны буквы 10 заповедей. Пять заповедей, они относились к взаимоотношениям между человеком и Богом, и пять заповедей взаимоотношения между человеком и человеком. Вот не убей там, не развратничай, не лжесвидетельствуй, не желай жену ближнего, это между человеком и человеком. А я твой Бог, не будет у тебя других богов, не произноси имя мое впустую, соблюдай шаббат и почитай папу и маму. Это заповеди между человеком и Богом. И очень странно, почему заповедь почитать родителей находится на скрижале, на доске, на которой пять заповедей между человеком и Богом. И вот мы сейчас разбираемся в этом вопросе. Значит, то есть, мы сейчас будем несколько, несколько уроков этому посвятим. Сейчас мы разберем статья специального, есть такой раввин, Ширага Симмонс. И вот его статья на эту тему по почитанию родителей. Он затрадивает один очень интересный, важный аспект. Давайте разберемся. Значит, Бог сказал почитать папу и маму. Отлично. Он начинает с того, что приводит пример Авраама. Первый еврей, который стал вообще евреем, который соединился с Богом, это был Авраам. Протец Авраам. Арабы его называли Абраам. Абраам. И, может, другие есть тоже произношения. И Авраама Вину. Протец Авраам. Похоронен он в Хевроне, в Марата Махпела. Его папа был идолопоклонник. И он первый, кто соединился с Богом. Он понял, что есть Бог. Бог его проверял. Десять испытаний он прошел. Одно из них было, выйди из страны своей, из города своего, из дома отца своего и иди в землю, которую я тебе покажу. И он пошел. Есть предание, что он пошел и оставил отца. Есть предание, что он ждал, пока отец его умрет. Не оставлял отца. И только потом ушел. Теперь говорит этот рав Ширага Симонс. А вот смотрите же. Авраам, который выполнял всю Тору еще до дарования Торы. Тора потом была дарована после Авраама через несколько поколений. Значит, Авраам-то, он почитал отца, хотя отец был и дал поклонникам. А Авраам, известно, он соблюдал всю Тору. И он нам говорит, задает он вопрос, освобождают ли оскорбительные для детей ситуации от обязанности почитать родителей? Задает он такой вопрос. Ибраим называют мусульмане, да, Авраама, Ибраим. Значит, освобождают или нет? Давайте, он говорит, обратимся к источнику. Откуда пошла заповедь почитать родителей? Это было первое поколение, которые вышли из Египта. Вышли они из Египта, дошли они до горы Синай. В горе Синай, значит, они получили Тору на горе Синай. Муше спустился с заповедями. Когда он спустился с первыми скрижалями, то какая-то часть еврейского народа сделала золотого тельца. Какая-то часть сделали золотого тельца. Муше разбил первые скрижали, поднялся второй раз, спустился со вторыми скрижалями. И, значит, после этого они двинулись в сторону земли Израиля. И что? Все то время народ находился в пустыне. Значит, Бог еврейский народ что делал? Он снабжал евреиский народ. Ман спускался с неба. Обеспечивал их всем необходимым. Ну, то есть, вообще, шел столб огненный спереди, там, сзади. В общем, Бог заботился, заботился о них. Делал чудеса. И что? А биологические родители ничего не давали своим детям. То есть, они просто, ну, как и дети, все, вау, типа, Всевышний нас кормит маном. Мало этого, пишет Равин Ширага этот, что родители этого поколения принесли детям великую боль и страдание. Они сделали золотого тельца. А потом, когда подошли к земле Израиля, пришли разведчики и сказали, что мы не сможем зайти в эту землю. И все то поколение сказали, ой, знакомый человек тебя спас. Вот какой-то... О, подключилось опять, да, что-то со связью. Представь себе, что незнакомый какой-то человек тебя спас. Вот час развисло. У меня почему-то стал плохо телефон работать. Второй раз с утра он греется и перестает работать. Давайте так его буду держать, чтобы он не преклонялся. Надеюсь, что час развисло. Все-все-все. Сейчас опять все пошло нормально. Хорошо. Дальше. Значит, надеюсь, что сейчас развисло. Кто-то вас спас. Кто-то вас спас. Ты же будешь ему благодарен. Человек тебя спас. Он тебя спас. Он тебя выточил из воды. Ты тонул. Он тебя спас. Значит, ты ему благодарен? Благодарен. До конца жизни? До конца жизни. Он тебе спас жизнь. А родители тебе дали жизнь? То же самое. Он говорит, уже есть причина почитать свою папу и маму, потому что они тебе дали жизнь. То есть, как незнакомый человек, который тебя спас, ты его почитаешь благодаренному. Также родители тебе дали жизнь, они как будто бы тебя вытащили из воды. Ну, из живота. То же самое. Хорошо. Но он говорит, конечно, это не повод для того, чтобы родители тебя оскорбляли. Иудаизм. Тора запрещает такое обращение со своими детьми. То есть, оскорблять детей, унижать детей. Это запрещено, как любого другого человека, то детей то же самое, скажем так. Дети, они как драгоценные камни, которые Всевышний дает на время родителям, чтобы они их отшлифовали. Грубые родители, оскорбляющие детей, наносят вред этим драгоценным камням. И им придется дорого заплатить за их поступки или пренебрежение. То есть, у родителей свой счет со Всевышним. Если они к детям относятся плохо, то Всевышний знает и все учитывает. Теперь, и это запрещено. То есть, мы здесь подходим, знаете, как много, два разных вектора. У ребенка есть обязанность быть благодарным родителями за то, что он его родил. Как спас. Спас ему жизнь или дал ему жизнь. У родителя есть обязанность уважать своих детей, любить своих детей. Ни в коем случае нельзя нарушать заповеди Всевышнего и оскорблять. Никого нельзя оскорблять и детей тем более. Почему? В чем разница между дети и другие люди? То есть, родитель, который плохо относится к детям, у него проблема с выполнением его заповедей. Теперь дальше он говорит. Что означает на практике почитать родителей? Что значит это слово почитать родителей? И он как бы объясняет. Не прерывать их, когда они говорят. Вот он, значит, что-то говорит. Не прерывать. Хорошо. Не будить их, когда они отдыхают. Заснул? Не будить. Предлагать им свою помощь. Давай я тебе помогу. Отлично. Но как реагировать детям? Он задает вопрос. Если родители их обижают. Как реагировать? Лучшее решение сохранять дистанцию при возможности избегать лишних контактов. Если родителей нет рядом, то боль конфронтации значительно уменьшится. То есть, это еще идет со времен Йосефа. Йосеф, когда приехал его папа с братьями, он им говорит, поселитесь в земле Гошин и мы будем блести. Задают комментаторы вопрос. Как это мы будем блести? Йосеф жил в столице Египта, а земля Гошин была на другом конце Египта. Он и приводит такое вот, как бы, приводит объяснение, что Йосеф был премьер-министр страны. И по-любому возник бы вот этот конфликт между ним и папой. Папа сказал, приди, а фараон сказал, едь в командировку. И он говорит, что если бы мы жили рядом, у нас было бы много поводов для каких-то сложностей и конфликтов. Вы живете далеко, я живу далеко, значит, поводов для конфликта меньше. То есть, если у вас есть конфликтные родители, то советует Раф Шрага сохранять дистанцию по возможности избегать лишних контактов. Это раз. При возникновении конфликтных ситуаций сгладить их помогает эмоциональное проведение различий между родителем, который дал жизнь, и родителям оскорбляющим. То есть, есть родитель, дающий жизнь, уважаю, почитаю, благодарен, спасибо. Есть родитель, оскорбляющий, секундочку, это две большие разницы. Тот, кто дал жизнь биологическую, и тот, кто тебя оскорбляет. Почитание родителей отнюдь не предполагает, что их уважают за их слабости. Это аксиома. То есть, почитание родителей, это похоже на почитание Творца. Творец, Творец Всевышний, это значит, он создал весь этот мир, он дал жизнь всему миру. Но что? Но если происходит что-то плохое, человеку больно, он заболел и так далее, у него есть возможность перестать, не дай Бог, почитать Творца. Или у него есть возможность сказать, я, ты хозяин мира, я тебя почитаю, все. То, что произошло, вот эта вот негативная вещь, которую я сейчас терплю, надо понять, что это. Но есть Творец, который дает, и есть Творец, который что-то показывает, наказывает и так далее. Десять заповедей были высечены на двух скрижалях. На первой заповеди определяющие отношения между человеком и Всевышним, то, что я говорил. На второй это между людьми. Заповедь почитания родителей как раз на той скрижале, где взаимоотношения со Всевышним. То есть это та же модель, как взаимоотношения со Всевышним. Он сотворил, мы должны быть благодарны ему за то, что он сотворил весь мир. И постоянно поддерживает его существование. Давая воздух, чтобы дышать, цветы, чтобы нюхать, землю, чтобы по ней ходить. Он дал нам сознание, интеллект, дух, душу. То есть это все дал нам Творец. Бесконечная благодарность. Бесконечная. Значит, получается так. Служение Творцу и почитание родителей так тесно связаны, что на родителей ложится чрезвычайная ответственность. Если ребенок вырастает, считая, что родители несправедливы к нему, им нельзя доверять. В трудных ситуациях ребенок может вынести похожее осуждение о Всевышнем. То есть когда родители плохо относятся к детям, они создают вот эту модель, что ребенок, он перестает, он думает, точно так же он начинает относиться к Творцу, ко Всевышнему. Что у него смешивается благодарность, но она закрывается негативом. И получается, что родители, вот давая эту модель, они могут лишить ребенка веры в Творца. То есть это очень важно. Теперь, это великая трагедия, пишет Равин Шрага, потому что Творец честный, справедливый, добрый, любящий. Всевышний дает нам полную испытание и жизнь не просто так. Не потому, что желает нам плохого, а потому, что он хочет, чтобы мы выстояли во всех испытаниях. Сумели противостоять искушениям, чтобы мы добились успеха и знали, что способны на это. Трудности, которые даются нам, например, в форме сложных отношений с родителями, тоже пойдут нам на пользу, пишет он. Если мы научимся с честью их преодолевать, этот навык очень поможет нам в дальнейшей жизни. То есть тот человек, который научился оставаться благодарным родителям, выстроить отношения, чтобы с ними правильно взаимодействовать, не обижаться на них. И вот он, сейчас мы уже заканчиваем, он приводит пример такой. Талмуд рассказывает о великом человеке. Его мать, был великий человек, я помню, учил эту историю, один из таких прямо, ну, при власти, да. И его мать, он сидит с людьми, его мать сумасшедшая заходит, разорвала на нем одежду, плюнула ему в лицо, а он сохранял спокойствие. Он сохранял спокойствие. Как он выдержал? Он смог оставаться спокойным, потому что был великим человеком? Или наоборот, он стал великим человеком, потому что он умел настолько управлять собой, что даже в такой момент, когда он сидит на каком-то собрании, совещании, и тут заходит его мать. Ну, написано было, что она была сумасшедшая, она, ну, рвала одежду, плевала на него. Он остался спокойным, совершенно спокойно, он ее как-то успокоил, вывел и так далее. Неоправданные родительские оскорбления – одно из самых тяжелых из всех жизненных испытаний. Но преодолеть его нам помогает знание. Чем сложнее испытание, тем больше награда тому, кто сумеет с ним справиться. На этом он заканчивает. Поэтому, дорогие друзья, значит, мы должны, первое, какой вывод можно сделать? Разделять между родителем, который дал жизнь, и за что мы должны быть бесконечно благодарны, и сложные отношения, в которые, ну, все люди, люди разные. Кого-то так воспитывали, кого-то так, кто-то вообще Маугли там оказался, да? То есть мы должны разделять между благодарностью и сложными испытаниями. В сложных испытаниях нужно научиться их проходить, и с родителями это очень действительно сложно. Я по себе могу сказать, что, ну, это очень сложно. Для меня это прямо тоже очень в мазь, да? И, значит, но если мы сможем с этим справиться, велика награда за это. И, значит, Всевышний нас через это хочет научить. То есть тот, кто умеет в этой ситуации оставаться спокойным, тот, кто умеет в этой ситуации оставаться спокойным, то он сможет оставаться спокойным в любом ситуации. Ну, и это высшее достижение, быть спокойным в любой ситуации. Все, удачи, успехов, всем божественных благословений, чтобы мы разобрались в своих отношениях с родителями и со Всевышним, и все делали по Толе, и будет тогда нам всем счастья и здоровья. Кстати, зайдите, пожалуйста, прочитайте вот эту статью, в конце есть ссылочка на задать вопрос Равину. И можно задавать, это сайт Taldo.ru, там прям конкретно идут вот так вот лента, 47 Равинов отвечают на вопросы. И можно задавать свои личные вопросы, они будут вам отвечать очень удобно. Я сделал в конце ссылочку на этот раздел, я вот только сегодня его увидел, если честно. И я увидел, что там 44 тысячи вопросов, 36 тысяч отвеченных вопросов. То есть это такое великое дело они сделали, что пусть Бог их благословит, и вы можете получить ответы от Равинов на свои индивидуальные вопросы, это очень важно. Все, всем удачи, успехов, счастливо, заходите на эту статью на сайте vaikro.com, и там есть ссылочка задать вопрос Равину на Taldo.ru. Все, всем пока, удачи, успехов.